Мир и любовь вам, Господа нашего Иисуса Христа, Он воскрес, Господь с нами, и Он нам дал заповедь Свою. Кто, я хотел бы прочитать от Иоанна 14 главы 21 стиха, кто имеет заповеди Мои и соблюдет их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и Я посещу Его, говорит Господь. Какой Он дал заповедь нам? Возлюбите друг друга, как Я вас возлюбил. Господь говорит, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы были вместе, чтобы радость наша была в Господе. Господь тогда нам даст все то, что Он и захотел. Господь сказал, что я буду с вами до скончания века. Будьте благословенны. Давайте сейчас встанем на ноги. Я славлю Господу Иисуса Христа. Господь, слава Тебе и хвала, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за сегодняшний день, Господь, который Ты даровал нам, Господь, что мы здесь собрались в едином, Господь. Во имя Твое, Господи Иисусе, Господь, благослови, Господь, это место, Господь, поставь защиту охрану, Господь, свою, Господь. А я за все Тебя благодарю, Господь. Дай слово Твое, Господь, чтобы это слово проникало внутрь нас и оставалось там, и изменяло, и исцеляло, и разумляло каждого. А я за все Тебя благодарю и веляю все в Твое руки. Вечный живой Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Слава нашему Господу, братья и сестры. Замечательная возможность, чтобы нам прославить Господа сейчас, чтобы воспеть ему и поклониться. Вы знаете, для верующих, для нас, для христиан, очень часто бывает двойное такое, это благословение, двойная радость. Два раза в году нас поздравляют с воскресением Христовым. И это здорово. Мы хоть каждый день готовы радоваться, что наш Господь, Он воскрес. Аминь, братья и сестры. И сегодня давайте сейчас прославим Его, воспоем Ему, потому что Он достоин всей славы и чести и хвалы. Этот день наполнен радостью. Аминь. Это день наполнен радостью. Потому что с нами Ты, Господь, этот день наполнен радостью. Потому что с нами Ты, Господь, этот день наполнен радостью. Светом. Потому что с нами Ты, Господь, этот день наполнен радостью. Аминь. 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 Потому что с нами ты, изливаешь так, ты в сердце, наполняешь нас любовью Своей, мы любуем пред Тобою, Господь, потому что с нами ты. Слава Тебя, Господь, мы благодарим Тебе, Господь, за сегодняшний день. Мы благодарим Тебя за эту радость, Господь, которую Ты даешь каждому из нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты воскрес однажды и дал нам радость на всю нашу жизнь, Господь. Слава Тебе и хвала, Божия. И на этом месте мы, как церковь Твоя, Господь, сейчас хотим прославить Тебя, Божия, воспеть Тебе славу, честь и хвалу, хотим радоваться пред Тобою, Господь мой, и славить Твое имя, имя великого нашего Бога, Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, честь. Аллилуйя. Я жду мой Бог. Я жду мой Бог, приди ко мне, прошу, Господь, я жду Тебя. Слава Тебе, Господь, слава Тебя. Приди, Господь, твои рука. Вся жизнь моя. Вдохни, Господь, я воспринимаю. Вдохни, Господь, я воспринимаю. На крыльях табла. Слава Тебя, Господь, слава Тебя. Слава Тебя, Господь, слава Тебя. Слава Тебя, Господь, слава Тебя, Господь, слава Тебя, слава Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я жду мой Бог, приди ко мне, прошу. Господь, я жду тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Хочу тебя. Приди, Господь! Приди, Господь! Я вас пою на крыльях тормах. Приди, Господь! В твоих руках вся жизнь моя. Вдохни, Господь! Я вас пою на крыльях тормах. Я вас пою на крыльях. Благослови детей твоих. Мы жаждем тебя. Мы хотим лучше знать тебя, Господь. Мы хотим ближе быть к тебе. Благослови своим присутствием. Откройся каждому, кто еще не знает тебя, Господи. Какой ты прекрасный, какой ты великий и всемогущий. Да будет вся слава и хвала только тебе. Я вас пою на крыльях. Я вас пою на крыльях. Я вас пою на крыльях. Я вас пою на крыльях, erhöльник, Святой, святой, достоин Ты всех хвалы. Ты святой, святой, Господь не таким, как Ты. Ты святой, святой, достоин Ты всех хвалы. Буду славить, Тебя буду славить, поверь, любовь моя вечна к Тебе. В дворах Твоих рядом с престолом Твоим нашел свои души. В Тебе буду славить, Тебя буду славить, поверь, любовь моя вечна к Тебе. В дворах Твоих рядом с престолом Твоим нашел свою жизнь. Тебе... 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 Ты святой, святой, достоин Ты всей хвалы. Ты святой, святой, Господь не таким, как Ты. Ты святой, святой, достоин Ты всей хвалы. Достоин Ты всей хвалы. Достоин Ты всей хвалы. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok. 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 О, мир и радость, и покой, О, как прекрасно жить с тобой. Одного хочу я, мой Господь, Быть с тобою рядом, чтобы слышать. Всей душой стремлюсь к тебе, Господь, Открывай глаза мне, чтобы видеть Милость твою, святость твою, Чтобы петь тебе всю жизнь мою. Милость твою, святость твою, Чтобы петь тебе всю жизнь мою. Прославлю я и поклонюсь, Я лишь к тебе, мой Бог, молюсь. Открою сердце я свое, Мой Бог, напомни его. Я верой в гору поднимусь, Пусть лишь ты нужен мне, Иисус, Твой мир и радость, и покой, О, как прекрасно жить с тобой. Прославлю я и поклонюсь, Я лишь к тебе, мой Бог, молюсь. Открою сердце я свое, Мой Бог, напомни его. Я верой в гору поднимусь, Услышь, ты нужен мне, Иисус, Твой мир и радость, и покой, О, как прекрасно жить с тобой. 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 Иисус, Твой наполняет наши сердца сейчас. Пусть сейчас Твой Дух Святой говорит к нам, Господь мой. Говорит к нам то, что Ты хочешь сегодня сказать, Боже. Благослови также наших детей, Господь, которые вместе с нами будут славить Тебя, Боже, на своем служении, Господь. Храни их, оберегай, Господь. В Твои сердца и Боги все отдаем, Бог. И славим Тебя, и благодарим Тебя нашему Богу. Отцарственный Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Доброе утро, дорогие братья и сестры. Приветствую Вас в этот прекрасный день. И, на самом деле, как сказал сегодня Дима, сегодня тоже праздник Пасхи отмечается. Меня тоже поздравляли утром, когда я розу покупал, то есть женщина, в которой мы покупаем розу. То есть она уже знает, что здесь церковь, для чего эта роза нужна. И, прошлую неделю, когда мы отмечали Пасху, то есть большинство, ну, так сказать, половина Земли отмечала Пасху неделю назад. Я как-то наткнулся на такую картинку. Человек поздравился, то есть сказал, Христос воскрес. И один из, как бы, православных, то есть ему ответил. Говорит, это не наш Христос воскрес. Нас через неделю воскресит. То есть наш Христос через неделю воскресит. То есть пока рабы еще одно. Наверное, это люди придумали какие-то даты. То есть это не важно, то есть сегодня или неделю назад. Главное, что это произошло. И, ну, мы продолжаем шить дальше. И сегодня я хотел бы занять немножечко вашего времени. То есть настолько мало времени, что по сравнению с бесконечностью, это время, которое я вас займу, оно даже, наверное, на перемотке не будет видно, когда будете прокручивать свою жизнь. Наша Вселенная, все вы знаете, да, что она бесконечная. У нее нет ни конца, ни края. И наша планета, с одной стороны, кажется большой. Ну, сколько стран, сколько людей на ней обитает. Но если предположить, что наша галактика, как вот эта комната, в которой мы находимся, то есть наша Земля, может быть, как ноготь, да, то есть в таком масштабе. Но, как мы знаем, эти галактики, вот эти помещения, их миллиарды. То есть, я не знаю, как это представить. Очень-очень-очень-очень-очень много. И вот посреди вот этих галактик находится наша Земля, да, то есть уже она будет, как, не знаю, какая-то точка, да. И люди постоянно думают, вот, где конец у Вселенной, где ее начало, из чего она состоит, как бы, как это все получилось. Ну, один умный ученый, христианин, он как-то сказал, что если постоянно думать о бесконечности Вселенной, можно сойти с ума. То есть, и на самом деле, да, люди часто думают, часто они как-то исследуют, да, они ищут жизнь на Марсе, там, пытаются что-то выяснить, хотя жизнь на Земле, она катится непонятно куда. То есть, они заботятся о чем-то неважном, о том, что далеко, о том, что как бы неизвестно, и никогда, может быть, и не будет известно, да, они, забывая важное, думают о чем-то таком, незначительном. Но Иисус всегда говорил просто. Но Он говорил такими иносказаниями, другими словами, это басни, какие-то истории. То есть, простые вещи говорил, и люди его понимали. Все люди понимали, и умные, и, ну, простые люди, и бедняки, и нищие, фарисеи понимали, люди, которые вообще ничего не смысле, да, и никогда не задумывались о Боге. То есть, все люди его понимали, потому что Он говорит простым языком. Он говорил простые истины, но эти простые истины, они меняли люди, или судьбы людей. И одну из истин, о которой Иисус говорил, то есть, важной истине, как не потерять свою душу. То есть, мы живем в мире, когда человек пытается все приобретать. То есть, по-другому, чем наше общество называется, общество потребления. То есть, побольше взять, да, приобрести. Но, по сути, для души от этого никакой пользы нет. Вот, например, рождается человек в мире. То есть, первое, что он делает после рождения? Вдыхает в свои крошечные лёгкие воздух. То есть, потребляет, да? Воздух, там, издаёт первый крик, может быть. Потом открывает глаза, лучи света, как бы принимает, там, прикосновения своей матери. Там, может быть, видит лица врачей, докторов, да? То есть, начинает потихонечку впитывать, то есть, информацию, да, поток информации, вот, из этого внешнего мира. Потом он начинает впервые в жизни кушать, да? Материнское молоко попадает в его организм. Он ощущает воздуху матери, может быть, воду, да? Когда они моют, там, тепло, солнце. То есть, потихонечку он начинает расти, поедает пищу, вдыхает воздух, набирается знаний. То есть, потихонечку-потихонечку он привыкает и становится частью общества. То есть, обычных людей, которых вокруг, там, миллионы. И когда человек взрослеет, он так и, как сказать, норовит получить что-то, да? Ну, например, получить образование. Нужно? Нужно. Для того, чтобы найти работу. С тем, чтобы жить, да? И продолжать приобретать все новые и новые платы. Квартиру, мебель, не знаю, машину. Ну, вот все, что угодно, да? То есть, обычно, как живут люди. И человек не только берет от этого мира, но он также и отдает. Что он отдает? Когда мы вдыхаем, когда вот ребенок, который родился, он глотнул кислород. А что он выдыхает? Голекислый газ, который вообще никому не нужен и опасен даже, да? То есть, газ, в общем, плохой. Этому никакой пользы нет. Потом он его вдыхает. Потом съев какую-то первую пищу, потом он выделяет очень приятные продукты жизнедеятельности. То есть, вы понимаете, да? Он принимает, вдыхает, кушает все это, вроде бы, хорошо, да? То есть, кислород, еда, ну, отдает. Уже там, что-то такое ненужное. И вообще, детство, да, это в основном такое потребление. То есть, ну, маленький ребенок, да что с него взять? Наоборот, его кормят, ухаживают, там, водят гулять. То есть, он как бы маленький такой потребитель. И, ну, по мере сил он старается как-то помогать, там, ну, что могут делать дети, да? По мере своих сил как-то помочь, там, может быть, собрать игрушки. Ну, чем он становится старше, тем больше он как-то пытается отдавать любовь своим родителям. И по мере сил им помогать. Но желание получить большее, чем ты отдаешь, это как, ну, как заноза сидит, да, вот в сердце. То есть, побольше взять, поменьше дать. То есть, так живет современное общество. Его также еще называют общество потребления. То есть, побольше, побольше захапать и поменьше отдать. То есть, стремиться к успеху, к славе, там, к власти. То есть, самый лучший дом, самая лучшая машина, одежда. То есть, богатее и богатее становись там каким-то лидером, там, в чем-то. Потому что такие люди, они, у них больше шансов, как бы, побольше загробаться от себя, да? То есть, богатый имеет все, что захочет, то есть, все для себя. Но мы, как ведущие люди, должны помнить, что все, что мы перечислили только что, да, оно не несет никакой пользы для души. Абсолютно никакой. И мы, люди, часто живем и делаем вещи, которые нам необходимо делать, но которые для души никакой пользы не приносят. То есть, ну, мы получаем знания. Нужно? Наверное, нужно, да, чтобы жить, чтобы найти какую-то профессию, чтобы, там, зарабатывать. Есть какая-то польза для души от этих знаний? Я думаю, что пользы никакой. Но нам приходится это делать, потому что это все, как бы, ну, наша жизнь. Жизнь нашего общества. И некоторые обычные и привычные, как бы, вот, в мире принципы, они совсем неприемлемы для бога и для его царства. Но когда приходит Бог, все меняется. Меняются его взгляды, меняются его мировоззрения и отношения к жизни. И в Галатум 20 главе, 20 стихе написаны такие слова. Галатум 2, 20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сыну Божию, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть все, что было у него, о чем он говорит выше, да, потребление, это все остается в любом, меняет отношение к этому. И человек начинает понимать, что, оказывается, душа тоже важна. Конечно, нужно что-то приобретать, но также нужно заботиться о своей душе. И многие люди, они, ну, расстраиваются, когда теряют что-то. Что-то нужное, что-то, например, материальное, да. Каждый из нас, наверное, что-то терял, да, в своей жизни. Может быть, там, какие-то деньги или что-то ценное, да. И, ну, понятно, что люди расстраиваются, да, как бы, ну, потеря такая, да. Но они часто не переживают о действительно крупной потере, когда теряется своя душа. То есть потери своей души. И об этом Иисус говорил. И Он привел вот такую притчу, все вы ее прекрасно знаете. Это Лука, 12 глава. Человек, который построил жильницы. Давайте прочитаем. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, либо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю жильницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лишь для тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал им, безумный, всю ночь душу твою возьми у тебя. Кому же достанется, что ты заготовил? Итак, история. Человек, и у него были жильницы таких хранилища. И это не какие-то там сундуки, может быть, или ящики. То есть жильница, она имела большой размер, там, двухэтажный дом, трехэтажный дом. То есть это такие хранилища, откуда сверху засыпалась пшеница. А снизу, как бы, можно было брать, да? И можно было хранить, то есть долго. То есть она не заставилась, там, снизу засыпают, сверху засыпают, а снизу берут. И как мы прочитали здесь, да? У него было много, и написано, что у него были жильницы. То есть у него была не одна. Ну, две и более, может быть, пять, может быть, три, может быть, восемь. Сколько это было? То есть не одна. И как мы можем судить, это был большой запас. То есть, ну, взять, например, как двухэтажный дом и несколько таких жильниц. Да, то есть неплохой запас, да? И как мы знаем, у него были поля, то есть у него были поля для того, чтобы сеять, собирать и заполнять. То есть постоянно, да? Здесь он собирает и сюда заполняет. В принципе, я думаю, что это очень хорошо. До конца жизни ему, наверное, он был обеспечен хлебом, да? Может быть, его там поколения следующие, да? То есть, ну, все в порядке. Урожай, запасы. И что думает такой человек? Что приходит ему в голову? Сломаю, построю еще больше. Да? То есть отношение к тому, что у него было, у него уже такое немножко, да? Ну, как скажем, ну, больное, наверное, то есть еще, еще побольше, побольше. И Бог говорит, глупец, я заберу твою душу. И что останется? Для чего это все ты собирал? Пытаясь, как бы, насыстить свою душу до конца дней. Этот человек, он сильно переживал во всем на свете, но забыл о самом важном. Он забыл о своей душе. И, знаете, это миллионы людей в мире, они придерживаются философии, да? Ешь, пей. И даже Павел как-то говорил, да? Встанем есть и пить, ибо завтра умрем. Это в первом калитре написано. Но там, конечно, еще есть продолжение, но многие люди только вот это место как бы берут. Ну, вот, в Библии же написано. Встанем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот, значит, будем поступать, как написано. То есть они заботятся обо всем, кроме своей души. То есть самое ценное, что у нас есть, это не урожай, это не имущество, это не там карьера или еще что-то, да? Самое ценное в человеке – это его душа. Потому что душа, она будет жить вечно. И человек может ее потерять. Это выбор человека. То есть выбор за тобой. Но если у тебя нет такого желания, Бог открыл для тебя особый путь. Бог открыл для тебя особую дверь. Это путь Иисус Христос. Все мы знаем это место Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. То есть ответ на вопрос, погибете вы или нет, потеряете свою душу или нет, он зависит от того, будете ли вы верить в Бога, в Христа или нет. То есть простая математика. Веришь – будешь жить. Не веришь – погибешь. Бог призывает верить. Верить сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Верить в Его воскресенье. И Он единственный, кто может спасти самое ценное. Ваши души. Принедите ко мне все туждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите Иго Мое и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Если бы вы не сделали это, пригласите Бога в свое сердце, потому что только так можно спасти свою душу. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а своей душе навредит? То есть никакое. Вот это простая истина, о которой говорит Иисус, что важно заботиться о душе, не приобретать все только земное, насущное. Да, это важно, но наше отношение к этому не должно быть как бы таким-то сверхмерным. Обязательно заботиться о душе. И еще он говорил об одной тоже простой и важной истины. Он принес новую заповедь, как мы знаем. То есть новая заповедь – это любовь. И то, что мы сейчас прочтем, это действительно происходило в ту ночь, когда Иисус был взят под стражу. В это время ночи Он много наставлял своих учеников. Да, может быть, они больше времени спали, но Он говорил очень важные слова, и, может быть, многие из них как бы не слышали этих слов, спали, но Иисус говорил очень важные слова. И Он назвал эту заповедь и выделил ее особо. То есть Он назвал ее новой заповедь. Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как Я возлюбил вас. И важность этой заповеди в том, что Он ее еще раз повторил. То есть Он потом дальше, Он еще раз об этом сказал, «Сияй, заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Мне больше той любви, если кто положит душу свою за друзей свои. Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, и вы, правда, не знаете, что делает Господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что услышал от Отца. Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Да вы чего не попросите во имя Отца, от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сияй, заповедую вам, да любите друг друга». То есть Иисус заповедует нам любить друг друга, так же, как и Он возлюбил нас. Как Иисус возлюбил нас? Ну, все мы знаем, да, то есть Он отдал свою жизнь за нас. Он отдал свою жизнь за тех, кто Его унижал, за тех, кто Его бил, за тех, кто плевал в Него и ругал Его разными словами. Да, даже этих людей Он любил. И за этих людей, в частности, Он тоже отдал свою жизнь. То есть предал Себя за нас, приношение и жертву Богу. Готов ли ты отдать свою жизнь за Господа? И часто мы там смотрим, да, в фильмах, ну, в христианских фильмах, когда приходят там люди и говорят, что вот твоя семья, вот Христос. Что ты выберешь? Если ты выберешь Христа, то твою семью как бы уничтожим. Если ты выберешь семью, то мы тебя отпустим. Я не знаю, как я отвечу на этот вопрос, честно говоря. Я искренне вам говорю. Я не знаю. И к счастью, что пока такой вопрос не стоит в моей жизни, и я думаю, что такой вопрос не станет. То есть, что я выберу? Я могу сказать, что да, я буду за Христа до смерти. Но прокурорекает петух. И на что еще похожа вот эта жертва, которую Христос, которую Бог отдал нам? И был один фильм казахский. Этот фильм повествует о событиях 30-х годов, когда советская власть в Казахстане, они как бы насильственным путем насаждали коммунизм и все такое. И многие люди были согласны. Там у них своя культура, свои какие-то ценности. И людей массово как-то истребляли, вывозили. Какие-то всякие репрессии были. И там был такой момент, женщина бежала с детьми, то есть из своей деревни, может быть, да. Зима, холод. Им нужно было перебежать в поле, то есть, чтобы скрыться в лесу. И такая ситуация, за ними погнать волки. То есть, женщина с тремя детьми, и им нужно убежать. И вот такой момент, да, интересный, может быть, жуткий немножко, да. Вот что делать в такой ситуации? Есть несколько, да, выходов. То есть, бежать дальше, но это тоже не вариант, потому что волки насильны. Это вопрос времени. Там, может быть, 2 минуты, минута или 3 минуты, да. Пожертвовать собой для родителя. Я думаю, что каждый родитель, он в любой момент готов отдать свою жизнь ради своего чада, ради своего ребенка. Но это тоже не вариант, потому что дети маленькие, без него они не выживут. То есть, лес, зима, то есть, маленькие дети, без взрослого, как бы, ну, заведомо не пропадут. Но есть еще один вариант. То есть, у нее трое детей, и как бы, там такой момент показывается, что она оставила маленького ребенка для того, чтобы других спасти. То есть, это был единственный выход. То есть, или все погибнут, или вот так. То есть, из этих трех зол она выбрала самое такое, да. Ну, не сказать, что меньшее, да, но вот она сделала этот выбор, оставила маленькую дочку, и они как бы скрылись, да. И что-то похожее, можно сказать, что сделал Господь. То есть, отдал свое чадо ради того, чтобы другие спаслись. Ради того, чтобы другие жили. Иисус возлюбил нас так сильно, что отдал за нас свою жизнь. И такой же любовью Он заповедует нам любить друг друга. Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Это такая заповедь, которая, ну, обязательно для нас. Обязательно. Чтобы мы ее исполняли. И все, что мы делаем, как церковь, как народ Божий, для чего мы это делаем? То есть, из-за чего мы это делаем? То есть, наш двигатель, и это топливо, оно называется любовью, которая нас заправляет. Но любви, как бы, все строится. Зачем нам ездить в другой корид Азербайджана к этим людям, которые бедствово страдали, отвозить им что-то, разговаривать с ними, участвовать в их нуждах? Наверное, это любовь. Потому что, если бы не было любви, то что, больно надо, что ли, ехать куда-то, разговаривать с ними, тратить свое время. Это не так-то и просто, да. Любовь. Нас, она нас, как бы, подбадривает, она нас толкает на это. Послушание истины через Духа очистит, послушание истины через Духа очистит души ваши к нелеземерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. И еще, более же всего, имейте усердную любовь друг к другу. То есть, любить друг друга и любить, как написано, да, усердно. Любить так, как возлюбил Христос. Это новая заповедь, которую я дал нам. То есть, вот эти две простые истины на сегодняшний день, над которыми я хотел бы поделиться. Первое, это заботиться о своей душе. То есть, все, что мы видим вокруг, оно имеет никакой пользы для души. Заботиться о своей душе, потому что единственная душа, она будет жить вечно. И другая истина, это любовь. Любовь, такая чистая любовь, друг к другу, без всяких условий, безусловная. Любовь, которой Иисус возлюбил нас. Будем любить друг друга и будем заботиться о своей душе. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу, братья и сестры. Благодарение Богу за еще один прекрасный день. Благодарение Богу за этот замечательный зал, в котором мы собираемся сегодня. Здесь мой голос звучит еще ярче. Он и так громкий, да, вот здесь он звучит еще ярче. Слава Господу. Действительно, это очень важно, благодарить Бога за все, что Он делает в нашей жизни. Нам иногда кажется, что, может быть, мы забыты, нам иногда кажется, что, может быть, Богу как-то не до нас, но на самом деле это не так. Бог рядом с нами каждый день в нашей жизни. И мы видим это потому, что происходит в нашей жизни. И, может быть, может быть, даже иногда мы не обращаем на это внимания, но своей невидимой рукой Он хранит нас. Он оберегает нас и помогает нам двигаться, продолжать идти за Ним. И я верю, что сегодня здесь, в зале находятся люди, которые кто-то 20 лет за Христом, кто-то только начал свою жизнь за Христом, да, но и те, и те проходят через определенные моменты в своей жизни. Кто-то еще будет проходить, кто-то уже проходит. И я скажу такие слова, что, возможно, чем дальше мы будем следовать за Христом, тем сложнее и сложнее нам будет передвигаться. Братья и сестры. Нет, нет, вы не ошиблись. Я сказал именно то, что сказал. Не будет легче, будет сложнее, будет труднее, но знайте, что Иисус всегда рядом. Сами мы этот путь не пройдем, но Иисус поэтому рядом с нами, чтобы дать нам силы, укрепить нас, дать нам терпение для того, чтобы пройти этот путь до конца. Тема, на которой я сегодня буду говорить, она называется так, терпение христинина. Действительно, это очень важная черта характера, которая нам необходима. Значит, в Евангелии Апуке, 21 главе, 19 стихе, написаны такие слова, терпением вашим спасайте души ваши. Это действительно очень важный момент. Сам Господь говорил об этом, терпением вашим спасайте души вашей. Может быть, мы не всегда до конца осознаем важных этой черты характера, именно терпения для нашей, для спасения нашей души. Но я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать одно место, оно записано в Евреям, 10 главе. Я буду читать 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадания и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и неумедленный. Праведный же верующий будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. И я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, братья и сестры, что наша вера будет всегда колебаться. Есть личность, которая захочет поколебать нашу веру, личность, которая воюет против творения Божьего на протяжении всей истории человечества, это сатана. Написано в Слое Божьем, что он является клеветником братьев наших, но не только братьев, естественно, и сестер, и он попытается сделать, создать все условия для того, чтобы поколебать нашу веру. Но как написано в Слое Божьем, мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Это очень важный момент, братья и сестры, чтобы нам устоять, чтобы нам удержаться, несмотря ни на что, нам необходимо терпение. Часто именно отсутствие терпения приводит к тому, что христианин разрывает взаимоотношения со Христом. Сколько раз, вот я уже много лет следую за Господу, сколько раз мне приходилось разговаривать с людьми, которые, ну, как сказать, я не знаю, можно ли это назвать, были обижены в церкви, или были гипоняты, можно сказать, да, и они принимали неправильное решение, я оставляю церковь. Все, я ухожу. Были даже настолько смешные случаи, до которых, мне кажется, они смешными, что по такой причине, это не причина, вообще нету причины, по которой человек мог бы разорвать взаимоотношения со Христом. Кто может назвать хотя бы одну причину, верскую причину, что все, именно поэтому я не буду больше с Христом иметь никаких отношений. Нет таких причин, братья и сестры. Но я слышал такие причины, когда приходила сестра и рассказывала, вы знаете, если вот эта сестра не даст возможность допустим своему сыну жениться на моей внучке, я не буду приходить в церковь, я не буду посещать собрание. Я говорю, сестра, все понятно, вы хотите, чтобы у вашей внучки все было хорошо в жизни, но при чем здесь Христос? Зачем разрывать с ним взаимоотношения? Вот я этого понять не могу. Или кто-то на кого-то имеет что-то. Согласитесь, что есть у каждого из нас свой характер, правильно? И вот если здесь сегодня сидит, там, я не знаю, там 30 человек, 40 человек, у каждого свой характер. И часто мы хотим этот характер проявить, правильно? И часто бывает, что эти характеры, они несовместимы. Кто-то что-то спорит, кто-то в чем-то недопонимает, правильно? Мы иногда пытаемся доказать свою правоту, другой человек свою правоту пытается доказать, да? И таким образом происходят вот эти вот противостояния. Я не говорю, что это плохо, братья и сестры, но это не причина, если мы что-то недопоняли, оставлять своего собрания. терпение необходимо нам, чтобы исполнить волю, исполнить волю Божию, получить обещанное. Можно открыть форточку, если не будет. И так давно, может быть, недели три или четыре тому назад, у меня произошел разговор с одной сестрой, оно довольно-таки долгое время ходит в собрание, да, уже много лет, но она пришла ко мне для того, чтобы поговорить о том, что она хочет перестать приходить в собрание. Я попытался узнать причину, в чем эта причина. Она рассказала о том, что есть в собрании некоторые сестры, которые себя ведут неправильно по отношению к ней, может быть, или вообще просто, да, как бы. Поймите, пожалуйста, правильно. Я не говорю, что все нас идеальны. Есть, есть какие-то моменты, над которыми надо работать, потому что апостол Павел в таком случае не сказал бы, что проверяйте себя, верили вы вообще, поступаете ли вы вообще честно, искали ли правильно. Я не стал оправдывать этих сестер в глазах, да, этой сестры. Единственное, я даже не уговаривал ее, единственное, что я ей попросил, я говорю, сестра, если с вашей стороны это возможно, пожалуйста, проявите чуточку терпения. Просто единственная просьба моя была, чтобы попытаться удержать ее в собрании. Я попросил его сестра, пожалуйста, чуточку терпения. Христос наведет свой порядок, Христос сделает то, что необходимо. Возможно, это какой-то урок, возможно, это какое-то испытание, я не знаю, но я молю вас лишь о терпении. Единственное, что я его не попросил. Я не знаю, как эта сестра отреагировала, и потом, через какое-то время, вот у нас было, по-моему, дней 10 тому назад, в последней вечере, самовение много. И на этом служении, на этом вечернем служении Божий Дух прикоснулся к ней. Божий Дух прикоснулся к ней, Он наполнил ее любовью, Он наполнил ее прощением. Вы знаете, братья и сестры, иногда мы доходим до такой вот этой, до черты, где хочется все сломать, все бросить, все оставить, но Бог молит лишь о том, чуть-чуть потерпи, чуть-чуть потерпи, уже практически я произвожу свою работу с твоим характером, я произвожу работу с твоим внутренним миром, я работаю с тобой, но осталось чуть-чуть, просто потерпи. И вы знаете, сегодня эта сестра продолжает мне надеть сатане. Я благодарю Бога за то, что Он дал ей терпение и дал возможности продолжать дальше. Но что делает сатана? Он пытается показать нам все негативные черты. Поверьте, я бы устаю сейчас здесь закапливать, но знаете, сколько негативных качеств характера есть у меня, я работаю над ними. Открыто вам заявляю, что я работаю над ними. И я думаю, что, наверное, в каждом из нас найдется парочку, может быть, две, три, может быть, пять таких качеств характера, которые надо было бы очистить, которые надо было бы оставить. Но мы продолжаем следовать за крестом, несмотря ни на что. Проявите чуточку терпения по отношению друг к другу, по отношению к самому себе. Дайте возможность к Богу поработать с вами. Это очень замечательный момент. Бог не на секунду не останавливает работу с нами. Он хочет менять, менять наш характер, менять много что у нас. Для чего? Для того, чтобы представить нас себе чистыми и неуходительными. Это очень замечательная работа. И если мы не поколебнемся, не наполнимся терпением, я думаю, что все-таки в работах человеческих удастся поколебать. Мы знаем сегодня много примеров того, как сегодня многие братья наши, к сожалению, сестры не посещают собрание. И причина отсутствия терпения. Чуть-чуть надо было бы терпеть, и все было бы было бы изменить. Я хотел бы, чтобы вы сейчас с вами посмотрели несколько примеров в Библии, где показано, к чему приводит отсутствие терпения и пример того, к чему приводит наличие терпения у человека. Первая книга Царств, 12 глава. Давайте попробуем прочитать ее сейчас. Первая книга Царств, 13 глава. Я прочитаю с 8 стиха. Здесь история описана о том, что царь Саул пошел в войну, да, он уже собрал большое количество поиска и ждал, когда нужно было выступать. И написано здесь, и ждал он 7 дней, было только назначено Самуилом, а Самуил не приходил к Алкалу. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертв всесожжения, и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Саул сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному вредни, филистимляне же собрались в их массе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне к Алгалу, а я еще не упросил Господа, потому решился принести всесожжение, и сказал Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне укручил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоят царствование твоему, Господь найдет себе мужа, по сердцу своему, и повеликий Бог Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе, Господа. Вот этот, братья и сестры, наверное, может быть не самый яркий, но один из ярких примеров того, как человек проявляет нетерпение, непослушание Божьему слову. Бог очень часто очень много говорит нашим сердцам. Поверьте, с этой кафедрой, хоть в этом зале, хоть в других залах, в которых мы были, мы часто слышали слова Божьи, которые меняли нашу жизнь, которые делали ее более лучше. Можно сказать, сейчас о нем. Были такие моменты, правильно? Мы слышали такие слова Божьи, Бог говорил к нам через слово свое. Но как только мы начинаем проявлять непослушание, как только мы даем возможность такую, да что вот сомнению, может быть не надо, а может быть я как-то сам попробую, Господь говорит, пожалуйста. Вот случай с Самуилом. Ему было сказано, ты не имеешь права дождись. Дождись пророка, он придет. Он стоял, стоял, ждал, 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 обстоятельства звучат. В нашей жизни тоже как может часто происходить, обстоятельства могут сгущаться, иногда кажется, что уже все валится, все рушится. Если сейчас какие-то попытки не предпринимать, уже все, мы потеряем, все. Но на самом деле Бог говорит, ждите меня. Я обязательно приду, ждите меня, я обязательно приду. Самуил не дождался. И потом, Самуил не дождался, но Самуил впоследствии говорит ему, он говорит, вот с этого момента, если бы ты проявил бы послушание Богу. Твоя жизнь совершенно по-другому могла бы пойти. Царствование твое было бы упроченным навсегда, но Бог сейчас Сам пойдет против тебя. Поэтому это очень важный момент, братья и сестры. Давайте научимся терпения, давайте научимся ждать того момента, когда начнет действовать Бог. Сколько для этого нужно, я не знаю. Пять лет, десять лет. Бог знает, мы не знаем, но давайте ничего не делать без Господа. Это очень важный момент. Можем далеко не ходить, братья и сестры, и в Ветхом Завете есть еще такой очень яркий пример, это израильский народ. Израильский народ, которого Бог освободил из Равка, который четыреста триста лет находился в Равке. Мы не будем сейчас читать, как они выходили, что они делали, просто все вот эту историю знаете, наизусть можете пересказать эту историю. Но единственное, что требовалось от этого народа, Бог ничего с них не взял, Бог наоборот обогатил. Если вы помните, когда они выходили из Египта, Бог сказал, заберите все из Египта. Каждый, кто мог, кто-то золотые вещи взял, кто-то еще что-то взял, и они вышли, во-первых, обогащенными, спасенными, освобожденными. Получили свободу после 430 литра и единственное, что им нужно было сделать, чуточку проявить терпение по отношению к тем обстоятельствам, в которых они находились. 40 дней нужно было потерпеть. Что такое 40 дней в сравнении с 430 годами? Это ничего, как сегодня наш брат Александр сказал, это на перемотке мы даже не увидели в этом времени 40 дней в сравнении с 430 годами. Понимаете? Это вообще ничего. Но им не хватило. И мало того, если бы это просто были какие-то слова, они буквально неделю назад увидели чудеса Божьи, которые были явлены им. Они увидели только что, перешли через море несколько километров, может быть, сотню километров перешли через море и увидели, как все египетское войско погибло в море. Увидев это, им не хватило терпения. Всего лишь 40 дней нужно было протерпеть. Кто-то начал роптать, кто-то начал вообще говорить, а зачем мы вообще вышли, что это жить, что ли вообще. Все мы видели, все мы оставили там. Разве это свобода? у нас даже ни мяса пуска нету, ничего нету. Зачем мы, что, в Египте гробов не было, что ли, чтобы Бог вылил нас сюда? Ни одного благодарного слова, чтобы, Господь, спасибо тебе. Даже если мы останемся здесь в пустыне, мы все равно благодарим тебя, Господи, мы уже не рабы. вот это черта характера человека, постоянные недовольства, постоянные какие-то претензии. И даже если мы претензии предъявляем человеку, в конечном итоге мы эти претензии предъявим Богу. Поверьте, все претензии в конечном итоге предъявляются Богу. А почему Бог так сделал? А почему Бог допустил? Я уже опускаю тот момент, что часто мы сами глупости совершаем, а потом претензии к Богу предъявляем. Это уже момент опустил. Но это вот такой момент, когда не было проявлено терпение. И вместо 40 дней 40 лет рабства. Мало того, 40 лет рабства. То есть схождение по этому, да? По пустыням. Ну и потом смерть. Никто так обитован на земли и не видел. Не вошел. Это очень важный момент, над которым надо просто думать, размышлять. Просто когда будете дома, вспоминайте иногда израильский народ. Вспоминайте, чем закончилось для тех людей, которые возили из Египта. Их неропот, их негодование, их ненавольство. Если будет возможность, прочитайте эту историю. Есть также хорошие примеры, братья и сестры. Замечательные примеры того, как Бог действительно благословляет. Бог дает терпение человеку. И даже в исключительных случаях, таких случаев, которые ты не можешь просто осознать. Сегодня наш брат Александр станет такой вопрос, допустим, выбрать семью или выбрать Христа. Что ты выберешь? Я верю, что Александр в нужное время сделает нужный выбор. Я не сомневаюсь ни на каких днем. Но никто из нас еще с такими сложностями не сталкивался. Я благодарю Бога за это время благодати, что никто нам еще даже за Христа грубо словно сказал. Да, может быть, говорили там слова, да, но никто из нас не бьет за Христа. Никого из нас в тюрьму не сажают за Христа. Пока. Пока. Сделаем такую маленькую как бы пока. И Бог дает нам это замечательное время благодати, когда мы можем прославлять Его Святое Имя. В чем нам еще проявлять неговольство? В чем нам негодовать? Иов, человек, который потерял все. И что самое интересное, Иов не сделал ничего плохого. Абсолютно. Я бы понял, если бы он постоянно косячил. И даже он сам бы понял этот. Ну вот за тот проступок вот такая ты меня участь как бы постигла. И человек принимает, он понимает, но здесь он ничего абсолютно не сделал. Мало у Библии говорит о том, что он каждый вечер приносил жертвой Бога. Каждый вечер молился со своих детей. Вдруг кто-то из них что-то сделал не так. То есть он был богобоязненным человеком. Все замечательно, все правильно сделал. Но вот пришел этот момент. Момент испытания в его жизни. Я не буду сейчас читать эти места писания. Все их прекрасно знают. Многократно о них говорили. Как Иов до конца был твердым. Это замечательный пример терпения. Очень замечательно. И Аков помните да Иакова. Это внук Авраама. И когда Бог говорит Он говорит Я Бог Авраама Исаака Иакова. После Иакова было еще много замечательных мужей Божьих. Но никогда не говорится что Я Бог Иосифа или Бог Давида Я Бог Авраама Исаака Иакова. Это были мужи Божьи. которые в своей жизни проявляли огромное количество терпения. И они достигли серьезных результатов. И Авраам и Исаак и конечно же Иакова. Да может по молодости лет он и творил глупости да там благословение у брата забрал убежал к дяде но попав к дяде дядя его 20 лет пришлось Иакову находиться в дяде и каждый раз дядя его родной дядя это не какой-то человек с улицы Лаван был братом его матери мама его направила чтобы Лаван позаботиться тебе это жил брат но родной дядя решил кидать своего племянника 20 лет написано что 20 так когда мы читаем внимательно 20 лет он менял свои договоренности представьте себе вы деловой человек заключили контракт у вас договоренность допустим да вы приходите ну я пришел поработал пришел определенную вещь должен получить ты знаешь некоторые поправки здесь произошли да сегодня тебе не это тебе это не полагается давай поменяем ну давай поменяем один раз два раза пять раз но за 20 лет написано там да он многократно менял его наград тот выполняет свою работу до конца так честно искренне выполняет свою работу но он постоянно менял наград свою и как вы думаете какая черта характера здесь нужна терпение я удивляюсь вот когда читаю историю про Якова я удивляюсь как он не ушатал своего дядя ни разу он просто прав и знаете с чем закончилась эта история давайте откроем эти 30 главу 43 стих я почитаю последний это итог его 20 летней жизни да итог 20 летней жизни Иакова рядом со своим тядей 43 стих и сделался этот человек весьма весьма богатым и было у него множество мелкого скота и рабы и рабов и верблюдов и ослов 20 лет назад когда он перебегал через реку и бежал к своему дяде у него ничего не было абсолютно ничего ничего но несмотря на то что по отношению к нему поступали несправедливо несмотря на то что он никогда не пытался добиться справедливости понимаете в чем дело вообще на земле понятие справедливости оно очень относительное мы часто пытаемся бороться за справедливость пытаемся как бы но на самом деле к нам будут поступать по отношению к нам будут поступать несправедливо я вам открыто хочу заявить будут поступать несправедливо Мы видим это на протяжении всей истории Божьего народа. К ним поступали несправедливости. Но слава Господу нашему Иисусу Христову, что даже эту несправедливость Он переворачивает и превращает в богословение для нас. И даже несмотря на то, что Лаван неправильно поступал по отношению к Якову, Бог сделал его весьма-весьма богатым человеком. И у него было много рабов. Он сам был рабом, он сам убежал. Но Бог благословение дал ему в его жизни. А что им для этого нужно было? Качество терпения. 20 лет терпений и Бог благословит его. Еще одну историю прочитаю. Это история, наверное, одна из замечательных историй. Да там же в книге Бытье записано. Это история про молодого человека Иосифа. Это был самый предпоследний, скажем, сын Иакова. Наверное, он много чего научился у своего отца. А самое главное, он учился терпением. И когда мы помним, если мы помним эту историю, да что он сделал? Его продали в рабство. Его продали в рабство родные братья. Не кто-то украл его, или что. Нет, его родные братья предали его и продали его в рабство. Он попал в дом Патифара, начальника, царитворца фараона. Начальник, большой человек при дворе фараона. Я уверен, что даже в этом была воля Божья, чтобы он туда попал. Когда мы читаем эту историю про Иосифа, мы видим, что Бог просто вел его. По всему этому моменту. И написано, и был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И смотрите, Иосиф не ослобился. Иосиф не стал роптать. Он не стал никакие претензии предъявлять, да? А что он делал? Он усердно трудился. И мало того, он угодил своему господину. Он раб. Он мог вообще все делать спустя рукава. Но он настолько усердно трудился в доме Патифара, насколько он уважительно к нему относился и любил этого человека. Что этот Патифар, он отдал все в руки Иосифа. Да, когда мы потом читаем, мы видим, что опять была проявлена несправедливость. По отношению к Иосифу. И опять он попадает куда? Еще в худшее место. Здесь было рабство. Но хотя бы он был свободным, он мог гулять. Он мог заниматься чем хочет. Понимаете? Фактически он был управляющим в доме Патифара. Но тут опять несправедливость. Клевета. Кто в своей жизни сталкивался с клеветой? Лично я очень часто с ними сталкиваюсь. Если бы вы знали, сколько я о себе слышал, братья и сестры. Вообще, мифических сказок. Я вообще думаю, я ли это? Я ли это вообще? Честно я вам говорю, очень много. И что самое интересное, эта информация так распространяется, допустим. Это, конечно, другая тема. Мы, может быть, как-то об этом будем говорить. Но оно очень ярко распространяется. Поэтому я удивляюсь самого себя вообще. Неужели я что-то успеваю делать? Что обо мне говорят? Да. И вы знаете, братья и сестры, Иосиф тоже столкнулся с клеветой. Жена Патифара сказала, что он изнасиловал меня. Хотя Иосиф даже близко к этому не стоял. Он попадает в тюрьму. Он попадает в тюрьму. Но и там написано, И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение бочат начальника темницы. Опять Господь с ним. Опять с ним. Почему? Потому что Иосиф в правильном состоянии находится. Он не робчет. Он не пытается что-то сам решить. Он уповает на Господа. И Господь рядом с ним, даже темница. И спустя много лет, вот от того момента, как его бросили в яму родные братья, и до того момента, когда он стал вторым человеком в огромном государстве, проходит определенный промежуток времени. Но именно качество, характер, терпение дало ему возможность вот так вот пройти этот путь. Понимаете? Поэтому, братья и сестры, большая просьба каждому из вас. Наберитесь терпения. Наберитесь терпения. Бог ни в коем случае, Бог не безразличен к вам. Любая жизнь для Него очень важна. Да, может быть, сейчас что-то не получается. Да, может быть, сейчас что-то не клеится. Строите свои взаимоотношения со Христом. Выстраивайте их. Шаг за шагом. Шаг за шагом. И Бог будет шаг за шагом выстраивать вашу жизнь. Можно приводить еще огромное количество примеров. Но и, как бы, можно задаться таким даже вопросом. Где нам взять столько терпения? Возникает такой вопрос. У меня возникает. Где нам взять терпение? Потому что терпение это черта характера Святого Духа. Это черта характера Бога. Правильно? И чем больше мы имеем общение с Богом, тем больше мы наполняемся этим терпением. Это действительно очень важный момент. Вы не можете терпение купить в магазине. Вам терпение не передается по наследству. Даже, я вам больше скажу, терпение по крови не передается. Вы можете по крови передать черты лица. У вас нос может быть такой же, как у вашего папы или у вашей мамы. Глаза могут быть такие. Но терпение по крови не передается. Терпение, оно у Бога. Это черта характера Бога. И чем больше мы будем иметь общение с Богом, тем больше мы от Него будем набираться. Мы же Его дети, аминь. И Он хочет нам передать свои черты характера. Конечно. Хочет научить нас. А научиться терпением может только у Него. И если мы действительно, как бы мы преследуем такую цель в жизни, дойти до Божьего Царства, нам необходимо терпение. В чем же проявляется терпение, братья и сестры? В таких вот сверх нашей жизни нам необходимо проявлять терпение. Конечно же, терпение должно проявляться в любви. Когда однажды Петр подошел к Иисусу и сказал, сколько раз не надлежит мне прощать брата моего? До семи ли раз? Наверное, в этот момент Петр ожидал, что Иисус его похвалит и сказал, Петр, ты вообще идеальный человек. Ты целых семь раз можешь простить одного человека. За один и тот же поступок. Но Иисус остановил и ругается, Петр, не говорю тебе семь раз, но возьми семь умножь на семьдесять. Вот столько раз ты должен научиться прощать человека. Фактически всю свою жизнь ты должен прощать людей. Нет такой причины, которую можно было бы не простить. Я как-то разговаривал с людьми, которые говорили о том, что, да, мы понимаем, что это неправильно, но простить этого человека мы не сможем. Что этот человек такого сделал, я не могу понять. Во всяком случае, Иисус, когда прощал человека, когда прощал людей и каждый день сегодня прощает, Он никогда не ставит вот этих окринчин. Он не говорит о том, что холодно, ты знаешь, есть определенные эти, как оно, столбики. И вот там я отмечу, что я могу простить, а что я не могу простить. Он этого не делает. Я помню, когда люди рассказывали свидетельство о том, что приходят убийцы, каются, и Бог прощает их. Они отнимали жизнь у других людей, но Бог прощает их. Бог не ставит этих ограничений и не говорит, нет, ты убийца, нет, нет, нет. Теперь нет прощения тебе, нет. Тогда что сделали мы такого, что нас невозможно простить? Или что мы можем еще сделать такого, за что как бы нас невозможно будет простить? В любви, в прощении, в милосердии к людям, в вере, в труде, во всем этом мы должны проявлять терпение. В противном случае, как я уже сказал в самом начале, да, сатана нас начнет колебать. Сатана начнет разрушать нашу веру. Ему нужна наша вера. Он не работает сегодня. Я хочу такой акцент сделать на том, чтобы мы все прекрасно понимали, да, что он не работает сейчас на улице, братья и сестры. Он не работает, ему не нужно работать с людьми, которые не знают сегодня Бога. Зачем с ними работать? Они и так ему принадлежат. Он работает вот здесь. Он не может напугать никого из вас. Не может сказать, допустим, вот, допустим, я тебя убью, если ты будешь ходить в церковь. Для многих из нас это будет, наоборот, честь. Он скажет, я готов умереть за креста. Он не может нас напугать. Но что он может сделать? Он может посеять раздор. Он может посеять раздор. Кто-то неправильно что-то сказал, кто-то неправильно подумал, кто-то неправильно пошутил. Такое тоже может быть. И вот внутри начинается вот этот раздор. Начинается вот эта вот волокита. А все можно было решить одним маленьким. Прости. Извини. Я был неправ. Как просто, да, кажется, да? Ты пришел и говоришь, сестра, извини, я был неправ. Я признаю свою ошибку. И в этот момент вы наносите поражающий удар сатане. Понимаете, в чем дело? Поражающий удар сатане. Потому что он хочет разжечь вот эту вот волокиту, чтобы сестра на сестру, брат на брата, держали обиду, и чтобы эта обида вот она клела, 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 и в один момент превратилась в огромнейший костер. Тогда ему приятно от этого. И через это, мало того, через это он разрушает всю церковь. Поэтому не ждите атак откуда. Атаки они внутри. Атаки они внутри. Поэтому давайте научимся прощать. Давайте научимся любить, сосрадать, проявлять больше милосердия. Знаете, что вообще такое слово «милосердие»? Иногда нам кажется, что «милосердие» это, знаете, вот я спускаюсь в переходе, да, раз 20 копеек дал старушке. Какой я милосердный человек, правильно? Остается только мою фотографию где-нибудь в уголке поставить и молиться на меня. Правильно? Я же милосердный человек, я это целый 20 копеек. А если монат, а что все, сразу появляется орел над головой, клику святых тебя надо причислять. Но, братья и сестры, это не милосердие. Милосердие – это тогда, когда ты его проявляешь к людям, которые его не заслуживают. Вот это милосердие. Вот это действительно шаг. Вот этот поступок, который замечает Бог. Вот человек тебя уничтожает, он продолжает твою жизнь, превращает в ад. Но ты продолжаешь к нему относиться правильно, так, как к нему отнесся бы Христос. Вот это может впечатлить Бога. Кто-то приходит и опускает туда финансы, и думает, вот, я впечатлил Бога, я свой пожертвовал. Это не впечатляет Бога. Это не впечатляет Бога. Бога впечатляет то, когда мы поступаем так, поступил бы Он, Господь. Вот это его впечатлили. Поэтому давайте призадумаемся. На самом деле, может быть, научиться чуточку больше терпеть. Терпеть друг друга. Проявлять любовь. Проявлять милосердие, сострадание, прощение. И в конце хотел бы прочитать два местописания. Вторую Тимофею, давайте откроем. Вторую главу, 12 стих. Вторую Тимофею. Вторая глава, 12 стих. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если же отречемся, и Он отречется от нас. Опять терпение. Опять нужно терпение. Терпение нужно всегда. До конца. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. И еще одно место. Оно записано. Евангелие в Смотрие, 24 глава. 13 стих. Претерпевший же до конца спасется. Вот на этом, на этой замечательной мастерой, как будто закончили сегодняшнее служение. Претерпевший до конца спасется. Претерпевший до конца спасется.